Галина, мы вас знаем как человека, который занимался недвижимостью, был риэлтором. Как пришла идея создать первую книгу? Об этом я уже много рассказывала и писала в моем блоге. Это было в 2002 году. В общем-то, идею мне подарил мой клиент, который решил купить квартиру в Москве. Ему понравилась моя работа, она была сделана четко, быстро, эффективно. Вместо трех недель мы потратили на поиск квартиры всего несколько дней. И тогда он сказал, знаете, ваша работа мне нравится, я вижу профессиональную работу, почему бы вам не написать об этом книгу? И так родилась мысль о написании книги «Секреты риэлторского мастерства». Конечно, сочетать работу риэлтора и писать книгу невозможно. Поэтому книгу я начала писать тогда, когда переехала в Италию. Это было в 2006 году. Я взяла папку, где были записи, различные документы, квартирные истории, и книга была написана. Конечно, мое первое детище, оно так и называется, мое первое детище, это книга очень мне дорога. И, наверное, не случайно, эта книга издана четыре раза. Я всегда радуюсь, когда получаю отзывы от читателей, когда вижу, что книга продается в магазинах Латвии, Казахстана, Белоруссии, во всех крупных магазинах Украины и России. И особенно меня радует то, что пишут читатели. Они говорят, что книга стала учебником для риэлторов. Они говорят о том, что книга мотивирует их к работе, дарит позитивные эмоции, дарит вдохновение. И, конечно, за это я благодарю книгу «Секреты риэлторского мастерства». Я решила закончить с моей писательской деятельностью, но судьба повернула меня все-таки по этой тропе. И вот эта книга «48 шагов на пути к успеху» профессии риэлтор, эта книга является таким доказательством того, что лучше иметь оптимистичный взгляд на мир. И второе доказательство этой книги – то, что в любой ситуации есть часть позитивная и негативная. Эта книга родилась случайно. Произошло все потому, что однажды моя бывшая клиентка решила узнать у меня, получить такую информацию, смогу ли я сделать семинар для риэлторов. И я ответила, что я смогу это сделать. Встретилась с ее руководителем, и мы обсудили план работ, мы обсудили гонорар. И, вернувшись в Италию, из Москвы, я очень быстро написала тот материал, который от меня требовали. И, в общем-то, речь зашла о вознаграждении. И тут начались маленькие такие вот препятствия. В общем-то, его не хотели платить. И тогда я решила, что мое сотрудничество с этой компанией заканчивается. Но файл с материалом остался. Он висел в компьютере несколько месяцев. А потом, когда я посмотрела, что у меня получилось довольно-таки значительное количество страниц, и это новый материал, которого не было в первой книге о риэлторах, секреты риэлторского мастерства, я решила сделать книгу. И название родилось очень быстро. «48 шагов на пути к успеху». Наверное, это название особое, потому что многие знают по первой книге «Секреты риэлторского мастерства», что я увлекаюсь фэн-шуй. А фэн-шуй, цифра 48, означает успех в бизнесе. Поэтому цифра 48 – это своеобразное мое завуалированное пожелание риэлторам удачи и успеха в бизнесе. В этой книге 48 глав. И каждая глава – это своеобразный шаг, это своеобразная информация, знания, которые помогают агенту по недвижимости уверенно двигаться по риэлторскому пути. Третья моя книга «Фэн-шуй. Деньги, квартира, карьера» появилась как предложение редактора издательства «Феникс» создать отдельную книгу о фэн-шуй. Она знала уже о том, что материал по фэн-шуй у меня есть, потому что в книге «Секреты риэлторского мастерства» мы поместили некоторый материал для агентов по недвижимости, касающийся фэн-шуй. Но читатели хотели получить больше информации. И, наверное, эта книга скорее удовлетворение некоторых отзывов моих читателей, которые хотели расширить свои знания в применении к риэлторской деятельности. Так родилась эта книга «Фэн-шуй. Деньги, квартира, карьера». Ну, вот здесь вы видите, есть такой у меня мешок, денежный мешок, не знаю, «Весмеющийся вода». Это такой симпатичный талисман, который я всегда беру с собой в какие-то путешествия, я в дорогу, он везде меня сопровождает. И, я думаю, может быть, приносит какую-то удачу. И удача – это составляющая, скажем так, которая иногда может быть высокой, иногда она пропадает. И удача очень нужна каждому человеку, не только агенту по недвижимости. Поэтому в книге «Фэн-шуй. Деньги, квартира, карьера» я попыталась рассказать о тех торговых приемах, которые помогают агенту по недвижимости зарабатывать деньги, которые помогают выстраивать карьеру, которые помогают заработать деньги и купить собственную квартиру. Может быть, решить свой квартирный вопрос, если у агента жилье имеется. И эта книга – особая книга, потому что она пропущена сквозь призму моего взгляда на недвижимость. За 17 лет работы на рынке недвижимости Москвы и Италии мне удалось посмотреть огромное количество квартир и домов, беседовать с людьми, видеть, какие квартиры продавались лучше, какие квартиры продавались хуже. И дать советы не только риелторам, но и просто продавцам и покупателям недвижимости, как сделать свою счастливую сделку, как добиться высокого, эффективного результата при продаже или покупке недвижимости. Именно по этой причине в книге «Фэн-шуй. Деньги. Квартира. Карьера» я разместила такие главы, как инструкция при продаже квартиры, как нужно вести себя на просмотре, стоит ли делать ремонт перед продажей квартиры, повлияет ли ремонт на стоимость недвижимости. Эти вопросы, я думаю, помогут не только риелторам, но и продавцам и покупателям недвижимости. Ну что, я желаю вам приятного чтения и жду ваших отзывов о книгах для риелторов и по «Фэн-шуй». Вы можете написать по моему электронному адресу, который размещен на моем сайте domitalia.ru Продолжение следует...